Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Ездры. И сегодня мы будем читать четвертую главу. В третьей главе говорилось о том, как три юноши, охранники царя Персидского, Меда Персидского, они задались вопросом, что всего сильнее. И один из них сказал, что сильнее всего вино, другой сказал, что сильнее всего царь, а третий сказал, что сильнее всего женщина. И вот в окончании третьей главы мы выслушали объяснение того, который сказал, что сильнее всего вино. И он там попытался объяснить. Четвертая глава начинается с того, что отвечает другой юноша, тот, который заявил, что всех сильнее царь. И мы читаем с первого стиха. «И начал говорить второй, сказавший о силе царя. О мужи! Не сильны ли люди, владеющие землей и морем, и всем содержащимся в них? Но царь превозмогает, и господствует над ними, и повелевает ими, и во всем, чтобы не сказал им, они повинуются. Если скажут, чтобы они ополчились друг против друга, они исполняют. Если пошлет их против неприятелей, они идут и разрушают горы, и стены, и башни, и убивают, и бывает убиваемое. Но не приступают к слову царского. Если же победят, все приносят царю, что получат в добычу, и все прочее. И те, которые не ходят на войну и не сражаются, но возделывают землю после посева, собрав жатву, так же приносят царю, и, понуждая один другого, приносят царю дани. И он один, если скажет убить – убивают, если скажет отпустить – отпускают, сказал, бить – бьют, сказал, опустошить – опустошают, сказал, строить – строют, сказал, срубить – срубают, сказал, насадить – насаждают. И весь народ его, и войско его повинуется ему. Кроме того, он возлежит, ест и пьет, и спит. А они стерегут вокруг него, и не могут никто отойти, и делать дела свои, и не могут ослушаться его. О мужи, не сильнее ли всех царь, когда так повинуется ему? И замолчал. Здесь мы видим культ личности царей. Это связано, прежде всего, с тем, что самые древние цари, они были царями-жрецами. То есть они совмещали некие религиозные функции с политическими функциями управления. И то, что здесь перечисляется о царях, что царь завоевывает, сам не отправляясь на войну, и он получает все необходимое, трофеи имеется в виду. И люди, которые не ходят на войну, те же крестьяне, которые сеют и пашут, они тоже отдают от плодов земли подать и до царя. И это та реальность, в которой существуют люди. На самом деле, это языческое представление о царе, который возлежит, ест, пьет и спит. Потому что, если вспомнить библейские законы о царях, там говорится о том, что царь – это не только военно-политический правитель, но это и лично ответственное перед Богом лицо. Потому что по закону Божию, когда человек вступал на престол, он должен был переписать пятикнижие, Тору, весь закон, переписать и иметь при себе этот список, чтобы им руководствоваться. То есть царь в библейском понимании – это тот, который получает свою власть от царя царей. И он руководствуется не собственным произволом, а законом Божьим, воспринимая его как господнее руководство к действию. В наше время есть такая секта – царебожники. Но это неграмотные люди, от неграмотности они создали такую ересь. Они учат, что все христианские цари, так как они помазанники Божия, они по достоинству как «христы». Потому что «христос» это означает помазанник, а цари тоже помазанники. Но языческий царь Кир называется тоже «христом» в славянской Библии, то есть помазанником. А помазание царей христианских началось с византийских времен, еще с римских даже времен, предвизантийским периодом. И там были цари-еретики, цари-отступники от веры, гонители святых, которые отлучались от церковью. Даже были цари-ересиархи на византийских престолах. Достаточно вспомнить льва византийского царя, который поддерживал ересь иконоборцев и боролся с почитателями святых икон. И по его приказу иконы разбивали об головы почитавших эти иконы. Поэтому царь – это просто человек, который выполняет военно-политическую деканию в целом народе. Но в смысле того, что царь якобы безгрешен, эта идея заимствована у папистов, которые настаивают, чтобы там папа безгрешен. Правда, сейчас многие говорят, что это, конечно, тоже такой перегиб. Все-таки католики понимают, что папа может и в аду оказаться, и ошибаться он может, и так далее. Это просто такая, как бы, игра слов. Но в целом, вот, чтобы нам понять, каким должен быть православный правитель, можно вспомнить пример грозного русского царя Ивана Грозного, который писал письмо Кирилла Белозерским монахам, и он пишет «Ас, грешный, блудный, недостойный, там, царь Иван, обращаюсь к вам». То есть христианский правитель действует не с позиции собственного превосходства, а с позиции собственной немощи. Предваряя обличение заблуждающихся, он не ставит себя над ними, он говорит «Может быть, я хуже вас, но я хочу вам что-то сказать». Но вернемся к нашему тексту. Третий ответ о том, что всего сильнее женщина. Третий же, то есть третий юноша, сказавший о женщинах и об истине, он сказал, что женщина сильнее всего, но истинно как бы все превосходит. Это был Зорова Вель начал говорить «О мужи, не велик ли царь и многие из людей, и не сильно ли вино, но кто господствует над ними и владеет ими, не женщины ли?» ну прям как по Фрейду сексуальные чувства, как бы оно доминирует. «Жены родили царя и весь народ, который владеет морем и землею, и от них родились ими вскормленные насаждающие виноград, из которого делается вино. они делают одежды для людей и доставляют украшения людям, и люди не могут быть без жен». Но то, что люди не могут быть без жен, без жен это правильно, потому что сам Господь сказал «Плохо быть человеку одному, сотворим для него помощницу соответственно ему». «Если соберут золото и сейбро и всякие драгоценности, а потом увидят одну женщину хорошее лицо и красивую, оставив все, стремляются к ней и, раскрыв рот, смотрят на нее и все прилепляются к ней более чем к золоту и серебру и ко всякой дорогой вещи. Человек оставляет воспитавшего его отца и страну свою и прилепляется к жене своей и с женою оставляет душу, то есть сердцем и чувствами прилепляется к ней и не помнит ни отца, ни матери, ни страны своей. И из этого должно вам познать, что женщины господствуют над вами». так вспоминается повесть Гоголя Тараса Бульба, где один из сыновей Тараса Бульбы ради гордой полячки оставляет отца, свой народ, он говорит, что мне народ, что мне отчизна, ты моя отчизна, говорит он, обращаясь к этой гордой полячке. И далее. «Не подъемлете ли вы трудов и не напрягаете ли усилий и не отдаете ли и не приносите ли все женам?» Действительно, человек трудится не только для себя, но и для своей семьи. И, собственно говоря, ничего плохого в этом нету, если речь идет о жене и семье. Более того, в Новом Завете сказано, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Берет человек меч свой и отправляется, чтобы выходить на дороги и грабить, и красть, и готов плавать по морю и рекам. Льва встречает и в отмеске тается, но лишь только украдет, похитит и ограбит, относит то к возлюбленной. Здесь говорится о том, что даже кровожадные люди, они не могут жить без женщин. И более любит человек жену свою, нежели отца и мать. Вот это сказано в Писании. И оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два вплоть едину. Многие сошли с ума из-за женщин и сделались рабами через них. Многие погибли, избились из пути и согрешили через женщин. Неужели теперь не поверите мне? На самом деле человека губят не женщины, а страсть к женщинам. Неупорядоченная страсть, то есть незаконная, когда страсть ограничивается только стремлением к соитию. Это действительно человек может сойти с ума. Не велик ли царь властью своею, не боятся ли все страны прикоснуться к нему? Я видел его и опомину дочь славного вартака, царскую наложницу, сидящую по правую сторону царя. И она снимала венец с головы царя и возлагала на себя, а левой рукою ударяла царя по щеке, то есть одной рукой венец на себя одевал, царя по щеке так любя трепало. И при всем том царь смотрел на нее, раскрыв рот. Если она улыбнется ему, улыбается и он, если же она рассердится на него, он ласкает ее, чтобы помирилась с ним. О, мужи, как же сильны женщины, когда так поступают они. На самом деле любая страсть содержит в себе нечто греховное. греха все должно быть упорядоченным с помощью заповедей Бога. С помощью заповедей Бога. А если движение чувств не упорядочены, то это может привести человека к погибели. Потому что грех это действие мимо цели. Мимо цели. То есть согрешил, это значит промахнулся. То есть само по себе вино сказано веселит сердце. Но в то же время сказано пей, но не упивайся. А если упился, значит промахнулся мимо цели. Как Золтаус писал, виноделие от Господа о пьянстве от дьявола, так и стремление к власти. Если человека призывают на общественное служение, и он его совершает ради людей, которые призвали, это одно. А если будучи призванным на служение, он превращает это в саму цель для себя. Власть любой ценой, несмотря ни на что. и удерживает ее, и хочет удержать до самой собственной смерти. Это преступление. И любовь к женщине, которая, в общем-то, она оправдана самой заповедью Божией плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Но если это страсть ради страсти, то есть только ради саития, это преступление. Тогда царь и вельможи взглянули друг на друга, и он начал говорить об истине. Этот третий юноша, сказав о силе женщин, он говорит об истине. «О мужи, не сильны ли женщины? Велика земля и высоко небо, и быстро в своем течении солнце, ибо оно в один день обходит круг неба и опять возвращается на свое место. Не велик ли тот, кто совершает это, и истина велика и сильнее всего? Вся земля взывает к истине, и небо благословляет ее, и все дела трясутся и трепещут пред нею, и нет в ней неправды. Неправедно вино, неправеден царь, неправедны женщины, несправедливы все сыны человеческие, и все дела их таковы, и нет в них истины, и они погибнут в неправде своей, а истина пребывает и остается сильный век, и живет и владычествует век века, и нет у нее лицеприятия и развлечения, но делает она справедливая, удаляясь от всего несправедливого и злого, и все одобряют дела ее, и нет в суде ее ничего неправого, она и сила, и царство, и власть, и величие всех веков, благословен Бог истины. Вот вторая часть речи третьего юноши, это более разумный взгляд на то, что сильнее всего. Далее говорится о том, как Зарвавель напоминает царю о его обещании отстроить Иерусалим. Это 41-го по 46-й стих. 47-го по 57-й стих говорится о том, как Дарий дает повеление отстроить Иерусалим. Но об этом прежде всего книга Наимия рассказывает, мы этот материал проходили и отчасти первые ездры. И в окончании этой главы говорится о том, как иудеи благодарят Бога. И мы читаем. И когда вышел юноша, то устремил лицо свое на небо против Иерусалима и возблагодарил Царя Небесного и сказал «От тебя победа, от тебя мудрость и твоя слава, и я твой раб». Вот здесь очень правильное отношение к Богу. Он источник победы. Прежде всего, мы нуждаемся в победе над самими собой. «И от тебя мудрость», то есть подлинная мудрость, она проистекает от Бога, «И твоя слава», казалось бы, христианин должен избегать славы, но в то же время в Новом Завете сказано «Ищите прежде всего Царствие Божие и славы Его». Это слава небесная. Мы должны ее искать и стремиться к ней. «А я твой раб», молитвенно возглашает верующий юноша. «Благословен ты, баруха та, даровавшая мне мудрость, и благодарю тебя, Господи Божий, отцов наших, и, взяв письма, отправился, пришел в Вавилон и объявил всем братьям своим, и они возблагодарили Бога отцов своих за то, что даровал им свободу и разрешение идти и строить Иерусалимы храм, на котором наречено имя его, и ликовались музыкой, висели семь дней». Имеется в виду юноша, которому было дано поручение прийти в Вавилон, где находились все спонсоры этого проекта восстановления Иерусалима. И он пришел к ним и рассказал, что работа началась, несмотря на сопротивление, и за это надо благодарить Бога. И люди ликовались музыкой, скорее всего, они играли на тех инструментах, которые изобрел царь Давид, и веселились семь дней. Веселье – это необходимые условия для спасения человека, потому что в книге «Второзаконие» сказано «Кто не будет исполнять закона Божия без радости и веселья, душа та истребится из народа». Только неблагодарное существо может не радоваться и не веселиться, что нам предоставляется возможность исполнять Божий закон. Как я часто объясняю, награда за изучение Слова Божия, вот то, чем мы занимаемся, награда за исполнение заповедей, это сама возможность изучать Слово Божие, вот в этом награда. И награды за исполнение заповедей, самовозможность исполнять заповеди. То есть уже сегодня, сейчас мы наслаждаемся общением с Его Словом и вдохновлены Его Словом, когда исполняем Его закон, это тоже является источником радости, веселья для нас. Итак, сегодня мы окончили обзор 4 главы, это большая глава, тут 63 стиха, в следующий раз, если будем живы, Господь позволит, мы будем читать 5 главу 2 книги Ездры. Берегите себя.